здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я века и сегодня у нас я думаю актуальная тема топики лето у нас на дворе быстренько вяжем топики вот это кстати я вам показываю мои изделия вот именно вот видите чашечки тут вывязаны по одному принципу то есть два разных топа но чашечка связана одинаково то есть сегодня я вам покажу по какому принципу вяжется именно эта чашечка вот тут видите присборенная на большую грудь то есть все остальное уже можно делать как как угодно как бы обыграть эту чашечку уже на ваше усмотрение по вашему желанию то есть что угодно можно из нее сделать и что угодно связать я вам пока буду вязать я вам расскажу куда я использовала как бы это чашечки так для начала я набираю цепочку вот примерная высота этой цепочки девчонки я измерила и я координируюсь как бы этими размерами всегда в принципе уже всегда то есть 7 сантиметров начальная как бы высота этой цепочки тут уже независимо от крючка от толщины ниточек кто-то уже зависит просто потом это в этих 7 сантиметров просто будет разное количество как бы воздушных петель далее вот пальчиком я держу эту последнюю петельку делаю 2 воздушные петли подъема и в эту петельку которую я держала начинаю вязать столбики с накидом вот сам этот как бы сама чашечка вяжется для любого размера то есть вы можете вывязать из каких угодно какой угодно толщины не так какая какое какая угодно толщина крючка то есть важен сам принцип потом вы уже можете приспособить это все дело как вам заблагорассудится то есть вяжем в каждую петлю цепочки мы вяжем столбик с накидом я вижу опять же толстыми нитками толстым крючком просто чтобы вам было виднее девчонки а вы уже как бы потом будете вязать тоненьким красивенько потому что это летняя вещь сейчас на интернете очень много всяких этих топов то есть связав вот такую вот чашечку можно его уже потом обыграть как угодно то есть сделать из нее купальничек сделать платьюшка дошить допустим связать сами чашечки низ юбочку дошить я так вязала кстати еще когда дочка моя была маленькая вот смотрите довязываю я последний столбик с накидом и вот у меня последняя петля где я начинала из и этой петли я вывязываю 5 столбиков с накидом 2 3 4 5 вот если вам не будет потом понятно у нас эти пять столбиков вот эти два крайние у нас пойдут просто в прямые эти в прямое вязание и один столбик у нас будет центральный если вы не хотите как бы запутаться а под памяти его чем-то памяти другой ниточкой вот протяните давайте я вот прям сейчас покажу что чтобы вам было понятнее значит вот эти два отделяем тут два и тут два и средний из этих пяти я просто помечаю чтобы было понятненько все остальное вяжется ровненько вот эти пять столбиков из одной дырочки и далее я вяжу опять столбик с накидом аж до конца ровненько из каждой ничего не добавляя ничего не прибавляя вот о чем я говорила что когда дочка была маленькая я вязала и платьюшки то есть вверх вязала а низ дошивала тканюшку но там по-другому я немного вязала такое платьюшка я вязала для себя то есть чашечки вывязывала обвязывала вот примерно вот нет вот как на этом топе но такими чешуечками и внизу просто дошивала тканюшку то есть я же говорю это зависит от вашей фантазии использовать ему их можно на вообще миллионное количество изделий только только делайте а еще что мы делали это на работе я когда-то пришла в этом платьюшки хозяйка моя попросила говорит тебе ну как бы долго вязать эти чашечки говорю да нет не долго там за вечер две на два платьюшка я свяжу на горе давайте будешь но она мне конечно платила за это все дело мы прям на фирму тоже на лето делали такие платьюшки трикотажные низ пришивали так довязала я до конца видите вот он я вытащила ниточку ну да ладно я не потеряю принцип вы поняли что то ниточка у нас служит как обозначитель нашей центральной петли вот я сделала две петли подъема и вижу далее ровно столбиком с накидом вообще не сложно это все дело вязать потом количество рядов у вас будет соответствовать как бы вы уже на себя будете просто мерить тут уже не ошибетесь понимаете вы эту чашечку вывязываете постепенно то есть добавление везде будут одинаковые по одному принципу ее очень очень легко потом скорректировать на ваш размерчик понимаете вы примерите а вижу еще пару рядочков провязала пару рядочков примерила ой нет еще один если много один ряд распустили ничего страшного не случится абсолютно поэтому я говорю очень удобный способ и очень быстрый понятные и универсальные как бы для всех то есть можно вывязать на любой размер а потом уже как хотим хотим обвязываем хотим обшиваем хотим хочу хотим то и делаем так вот они две мои петли вот это третья которая должна была обозначить вот они две из этих пяти если видно вот эта розочка и опять же из этой центральной мы вывязываем 5 столбиков с накидом кстати почему столбики с накидом потому что я пыталась от столбик без накида этот принцип не подходит он не знаю почему он подходит только для столбиков с накидом если вам кажется что это грубовато для вязаного изделия ну возьмите то тонюсенький крючочек тонюсенькие ниточки она она будет очень нежно красиво смотреться вот сейчас я опять эту центральную затяну попытаюсь вам все таки ее отметить шпилечкой булавочкой ниточкой чем угодно девчонки я просто вам показываю чтобы вам было просто понятно вот она две петли у меня по краям 3 центральная она у меня ведущая и так она будет ведущая всегда как бы до самого конца то есть ориентируемся по вот этой центральной петли из 5 2 в левую сторону 2 правую и центральная ведущая вот если вам видно немножечко она уже начинает обретать форму то есть она форму обретает уже в процессе еще что я могу сказать форма еще тоже грудь знаете у всех разной формы поэтому что посоветую когда вы связали вот подели на себя и вы видите вот где там может быть топорыщица или допустим подтягивает все исправляем утюжком с паром все абсолютно все получится нам исправить утюгом поэтому ничего не боимся вяжем и ходим красиво и летом загораем кстати девчонки навожу супер-пупер большой шухер в мастерской ну как после зимы вот хочу вам очень скоро будет видео хочу вам показать свою мастерскую я уборочку сделаю уже сегодня окошечки помыла шторку постирала в шкафчиках там в кое-каких вот я кстати говорю с вами если вы видите я вернулась и поехала дальше дальше я думаю нет смысла но я еще один сделаю показывает то есть по этому принципу мы вяжем туда обратно столбиком с накидами и в вершине нашей вот этой чашечки мы просто из вот этой ведущей петли делаем 55 столбиков с накидом и все и вяжем до нужного размера какой нужен нам я сейчас довяжу еще покажу как она начинает формироваться и в принципе я думаю дальше вам уже и рассказывать то нечего я думаю все я уже рассказала и показала то что как бы нужно а это вообще для самых начинающих отлично я видела кстати вот схемы на интернете сложные схемы есть попроще есть посложнее что-то я даже я их скачала у меня было желание их попробовать и оставила я это дело вот этот свой самый простой способ я его сколько лет использую и я же говорю его можно оформить уже в любое изделие изделие не мучиться вот тут видно где моя это ведущая петля и не мучиться со сложными схемами где надо считать каждый ряд следить мне кажется этого способа вполне достаточно 3 4 5 то есть по сути мы добавляем в каждом ряду по две петли 2 петли с левой стороны добавляется две петли с правой вот чтобы было гладко как на коврике этого мало но для того чтобы принял форму приняла форму это наша чашечка этого достаточно вот я уже дальше девчонки вязать не буду вот она видно видите вот эти розочки как бы такие звездочки это наши 5 петель и все и она уже принимает форму то есть каждым рядом она будет вот так вот больше 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 и вы далее меряете на себя вот смотрите все чашечки мои все вязаны по одному принципу вот мы сейчас в этой стадии да тут кстати у меня ниточки тонюсенькие видно что тут крючок тоненький тут я видите этот топик у меня такой довязала прям по длиннее он шнуруется сзади кстати если вам интересно и если вы хотите можем это все дело продолжить какой-то из этих топов я вам сниму а можно и вообще какой-то новый но я же говорю вот это кстати с интернета этот я сама как-то сделала это у меня мотивация с интернета была как бы идея с интернета видите сзади он открытой шнурочки и за шею шнурочки вот так вот это такая сеточка тоже очень простенький узорчик если хотите можем сделать для начала просто чашечки и здесь вот видите наши звездочки если вам видно все они идут друг на друга над другом вот здесь финиш то есть я думаю принцип вам понятен с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока